Всем привет, с вами Леша и это канал Хочу Жить. Алкоголь как замена жизни. Давайте об этом поговорим. Люди с сильной алкогольной зависимостью заменяют жизнь на алкоголь, на сериалы, на компьютерные игры, на валяние на диване. То есть они работают, работают 5 дней или 6 или 7 или 3 недели, а потом когда какой-нибудь 1 или 2 выходных выдается, они спасаются пивом. Если есть какие-то дела, делают дела, попивая пиво, а если выдается отдых, сколько там часов или может быть день, если нет дел, то они включают сериал, либо садятся за танчики, либо еще какую-нибудь компьютерную игру и убивают свое время. Убивают свою жизнь, свое время, прожигают, можно сказать, жизнь. Еще могут встретиться с собутыльниками и поговорить о какой-то ерунде, что-то, кого-то обсудить, кого-то, извините, выражение обосрать морально. Кого-то что-то плохо о ком-то сказать. Вряд ли о ком-то хорошо, потому что в основном такие люди хорошо ни о ком не говорят. У них полно зависти, у них все самое плохое, у них накипает внутри. Еще могут срываться на близких, выпускать свой гнив, свой накопленный вот этот вот негатив. Но эти люди слабые, на самом деле они слабые и очень слабые. Они не могут ничего сами сделать. Они могут показывать, что будто бы они такие сильные, такие уверенные в себе, самостоятельные. Но на самом деле этот слабый человек, он очень слабый. Он не может принять никаких важных решений. Они заменяют жизнь сериалами. В сериалах есть все, что нужно человеку, эмоции и хорошие, и плохие. Есть также любовь, есть также секс. Все есть, все, эмоции, каких только нет. В основном это такие агрессии. Кого-то что-то ищут там, убийцу. Уже давно не актуальны фильмы про убийца. Я когда маленький еще был, я смотрел фильм лейтенант Коломбо. И вот там они искали убийцу. Но тогда это было еще актуально. У людей с такой сильной стадии алкогольной зависимости, у них день сурка. Их не ждет никакое будущее. Они ничего не будут добиваться. Они будут работать на одной работе. Держаться за нее. Они не будут ничего искать, как подняться в этой жизни. Как прожить ее нормально. Они будут идти по накапанным, катиться. Как оно идет, так оно и пусть идет. Пусть на работе будут очень плохие условия. Эти люди будут терпеть, 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 терпеть. А если совсем работа закроется, то найдут другую работу и на другой будут терпеть. Как бы там ни было тяжело. Пятидесяти годам они обычно умирают от какой-либо болезни. Либо доживают жизнь, остатки на лекарствах. Постоянно таблетки, постоянно всякие там уколы. Ну, кого что. Тебе выбирать жить или пить. Это был канал Хочу Жить. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, дизлайки. Пишите комментарии. Всем пока.